С каждым годом их все меньше. Но несмотря на это, дети войны находят в себе силы прийти к памятникам тем, кто был вместе с ними в лагерях. И не выжил. Тем, кто сражался за родину, но не вернулся. 400 тысяч граждан БССР были угнаны в концлагеря в Западную Европу. Для многих из них Бухенвальд, Треблинка и Освенцим стали местом гибели в страшных муках. Позовите и этих, замученных и покалеченных. Ничего не спрашивайте у них. А только глядите, глядите на них. И помните, судей, таких было 33 тысячи. Это только тех, что спасла Красная Армия из одного полесского лагеря. Спустя почти 75 лет в Беларуси живы около 15 тысяч свидетелей тех страшных событий. Евгении Ивановне Дайнека было 10 лет, когда ее семью из Бобруйска угнали на Полесье. Психологи утверждают, что детская память избирательна, но пожилая женщина говорит, что помнит каждый день, проведенный в заключении. Расстрелы, голод и холод. Приказали нам ни костра не полить, ничего не полить. Папка нам сгородил шалашик. Уже нас, малых, туда и там, как мы уже сядили. Евгении Ивановне удалось выжить и вернуться в родную деревню. После войны она работала в колхозе, вышла замуж, родила и воспитывала пятерых детей. Но говорит, что всегда с ужасом думала о других, кто навеки остался на той войне. Привязать хлеб, машину привязать, поставить на той бок уже. И так хлеб овчаны, горки. И они так уже кидают этот хлеб и стараются людям в лицо. Так некоторые, они ни хлеба не захочут, ничего, черное лицо пойдут. Пойдут, а то ли хлеба, то не достанется в булке. А еще невозможно было, такие горки. Воспоминаниями о том страшном времени наша героиня делится с подрастающим поколением. Школьники навещают Евгению Ивановну, просят рассказать о войне. Ведь память о великой победе должна продолжаться в наших детях, чтобы в будущем история не повторилась. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Спасибо. Спасибо.